Йоу, чуваки, давайте про меня. У меня это же свой логотип. Я занимаюсь стандартами, полифилами и всеми такими штуками. Иногда я называю девелоперс-то-девелоперс-инженером. Возможно, это не так. Я работаю в Хелле, и мне, признаться, первый раз не стыдно сказать, где я работаю. Йоу, Паша. Мы делаем классные штуки вроде бранча, чаплина. Я, в принципе, очень фамильный с тем, как люди пишут билды, конфиги, и меня частенько можно выцепить в гиттере, вот мой ник, или в твиттере, там реже. То есть я вполне знаю, что происходит в тусовке и что обсуждается. И мне это не слишком нравится. Давайте поговорим про перформанс. Этот доклад будет не про то, как нужно конфигурировать грант, галп и еще чем вы там маетесь. Это про концепцию в целом. И что наши технологии, технологии как HTTP, а не технологии как плагинчик для галпа, они продвинулись, а мы еще не успели. Вот пару лет назад еще это вот так не обсуждалось, но мы теперь точно знаем, что перформанс это фича, и что она очень влияет на конверсион. И убедить кого-то, давайте потратим энное количество человека часов на импровмент чего-то, как бы уже не так сложно. Поэтому перформанс, он имеет значение. Но мы неправильно подходим к оптимизации. Да, мы вот делаем всякие очень неприятные вещи. Вот кто делал спрайты в своей карьере? Да, я думаю, ну, либо вы вообще все на HTTP 2, либо сколько ушло времени на то, чтобы мы пришли к SVG спрайтам. Как мы их записываем? Через use или не через use, или мы их инлайним, а может быть не инлайним. А как же их красить? Ой, а давайте их включать как в HTTP или еще что-то. А инлайнить, да, почему нет? Ну, мы же можем, да, вот прям SVG можно заинлайнить в CSS, а CSS можно потом заинлайнить в HTML, да, и мы получим очень крутой time to frostbite. Но почему-то оно визуально смотрится не быстро. Sharding доменов. Знаете кто? Что это? Да-да-да, делали все. Все мы знаем, что у нас есть 6 реквестов на савдомен, поэтому, чтобы получить больше одновременных TCP-коннекшенов, да, мы всего лишь разбиваем ресурсы на разные шарды, да, на разные савдомены. И радуемся, да, и в принципе оно работает, да. Но это suboptimal, потому что у нас есть чуваки, которые, да, где-то там в Индии, у которых очень плохой трафик. Ну, в Индию ходить не стоит, да, Украина у нас здесь тоже не слишком хорошо с ковриджем, да, поэтому огромное количество TCP-сокетов открытых тоже негативно влияет. Конкратенация, да, то есть вот я думаю, все этим занимаются, да, вот все вот в один бандл. Ну, это вот тоже не слишком круто. Самая вот частая ошибка, мы берем jQuery, мы берем там удэшек или еще там что-то, и все в один бандл вместе с нашими скриптами. Да. Делали такое? Ну, правда, да, это было ок когда-то. Опять-таки, зависит от вашего бандла, если у вас бандл 70 килобайт, то там клеймишин рассказывает про процесс Pay, это интересно. Но если нет, то давайте про cookie-less domains, да, то есть, как мы знаем, куки, они у нас шлются всегда, да, на любые запросы, ну, в принципе. Поэтому мы вообще выносим на отдельные домены наши картинки, еще что-то, чтобы cookies вместе с ними не ходили по сети. Да, тоже такое было. Да, вот, но еще мы любим, да, обсуждать, что быстрее, FlowDash или Native, да. Давайте по JS Perfm for each еще раз и обсудим. Может, нам все-таки for писать или for each. Может, для V8 пооптимизируем, да, ой, там это медленно, for in медленный, да, там hidden классы. Опять-таки, в определенных контекстах эти проблемы являются бутылнеками производительности, и вам повезет работать там. Но зачастую мы делаем типичный фронт-энд, и там, да, этому времени уделять не стоит. Да, а потом вышла статья, которая показала, что элемент button, он медленный. Они проверили document-create-element-button в JS Perf с другими, и оказалось, что button медленный. Чуваки, а потом, сколько появилось JS Perf на разные теги, простите, элементы. Да, и вот это вот еще статья. Да, вот смотрите, вот тут 66 миллисекунд на трассере, а на бейбле 50, чуваки, на пустом скрипте, да. Вот это еще, да, jQuery медленный, насколько он медленный, в каком контексте он медленный. Он, правда, медленный, конечно, да, мы вот начепление теста перенесли на, да, вот с jQuery на безjQuery, там разница в 4 раза, да, там 4 против 16 секунд. Вот, поэтому меня эта медленность, она как бы влияет на мой workflow. А потом вот это. Знает кто? AMP. Accelerated Media Pages. В принципе, вот так они себя позиционируют. То есть, вот сейчас наши мобильные сайты примерно здесь, вот так вот эта вот мечта, ну, в принципе, достижима, AMP поможет вам быть здесь, в принципе, без особых затрат. Да, я не слишком хорошо отношусь к этой концепции, да, потому что вот здесь быть не так сложно, да. AMP, он у нас как бы состоит из хороших частей и не очень хороших. Хорошие части — это best practice development, да. Все мы знаем, что скрипты должны быть async defer, да. Все мы знаем, что у нас есть GP animations, да, есть GP accelerated, есть нет, да. Иногда приходится, конечно, делать что-то вроде по анимируем здесь padding, да, но зачастую мы можем уложиться в GPU. Иногда это слишком красиво выйдет в коде, иногда дизайнеру придется сказать нет, но, в принципе, в это можно уложиться. Опять-таки, зависит от вашего контекста. На дестопах все ок, да. Оптимизация шрифтов, что нужно использовать вот здесь в OV2, хоть он не поддерживается там где-то, да, то есть в холлбеке ставим для шрифтов на более старый. Я рекомендую в OV2 и OTF. Или только OTF, если вы этим не запариваетесь. Конечно, Unicode Range и все вот это — это то, что AMP, в принципе, нам продает. Конечно же, про read-write batching, да, это когда мы померили здесь offset что-то, а потом что-то поменяли в доме, у нас recalc, и у нас все не слишком круто с перформансов. Да, есть такая библиотека как fast-dom, которая это делает. Казалось бы, да, мы, в принципе, классные чуваки, и мы можем сначала сделать read-ы, а потом write-ы, да, это не слишком сложно. Но что, если у вас несколько библиотек, которые вот в один task это делают? Вам не получится их синхронизировать без fast-dom. Поэтому я рекомендую заюзать его или написать свой велосипед, который делает то же самое. Да, но лучше не будет, чем у них. Да, есть еще, да, microdata, есть, которая в HTML-спеке, а есть вот JSON-LD. В принципе, разницы особо нет, какую юзать, и ту, и другую очень хорошо понимают SEO-штуки, да. Что у AMP не очень мне нравится, да. Они вырезали очень много из HTML-а, да, то есть давайте не использовать picture, давайте не использовать их SRC-set, давайте использовать наш, который включается синтаксисом, да, а вообще там он может поменяться, поэтому, ну, да. Просто, опять-таки, когда есть уже стандарт, который поддерживается, в принципе, во всех модерн-браузерах и отлично фуллбэкается и лишимается, я просто не вижу смысла его переизобретать. У формочек инпутов нет, да. Опять-таки, AMP, он таргетит контентные сайты для мобилок, поэтому это, в принципе, в определенных контекстах допустимо, но я не вижу смысла это валидировать. Также они ограничивают размер CSS до 50 килобайт. Это, в принципе, хватит, чтобы отобразить все, что угодно, но не получится засунуть CSS с вашего сайта вот в AMP-страничку. Поэтому CSS мы инлайним, кстати, да, почему это не очень хорошо, мы скоро поговорим, да. Да, микрооптимизация CSS, вот этот селектор, да. Да, зачем надо? Чтобы, во-первых, он занимался тем, что страничка загрузится, и он ее отобразит, да, и то есть, чтобы он тротлил картинки, которые сейчас не во вьюпорте, их загрузку, и делал другие штуки, да. Все скрипты в AMP, они асинхронные, да, опять-таки, и некоторые из них, да, наши юзер-скрипты, они внутри сэндбоксов, сэндбоксов, которые в айфреймах, да, то есть, очень, как бы, очень robust, да, но если вы на сайт просто помещаете скрипты, которые вы хотите видеть в айфреймах, сэндбоксины, да, то, по-моему, вы что-то делаете не так, но это такое, да. На микрооптимизации, смотрите, вот этот селектор медленный, селектор-звездочка оказывается медленный, wildcard, да, нот медленный, опять-таки, в движках-то давно починили, поэтому нет смысла это инфорсить, а не фильтр запретили, а он, в принципе, gpu-accelerated в большинстве браузеров, да, уже. Ну, то есть, и еще пару штук, опять-таки, лучше всегда знать самому, да, чем вот просто следовать правилам. Конечно, это приводит к том, что ваш AMP-документ не проходит в валидатор, вот, pg-шный, да, когда-то у них еще была такая прекрасная особенность, у них все стояло на OPST0, а когда, да, все отработало, CSS, да, для первого слайда хотя бы, для первой странички он не загрузился, они делали, да, OPST1, а иначе no script. Как мы знаем, если чувак отключил, даже если чувак не отключил, если ему не пришла JS-ка AMP-шная, оно все не отображалось. Но это пофиксили, теперь там штука с анимациями, хак, да, заметьте, хак. Окей, к чему я веду? Что проблема в протоколе, да, именно в самом HTTP, он развивался очень стремительно и не всегда, сейчас он не соответствует тому, что от него требует, да, в его состоянии в 1.1, да, то есть сначала вот был 0.9, это все, что в нем было, да, чувак, темпе, который выдизайнил, он был минималистом, да, ну вот видите, это backwards-compatible, да, более-менее, ну, сейчас в версии инфорсится, да, но большинство серверов ее, в принципе, пропустит, да, ее отсутствие. То есть вот это вот HTTP, да, 91-го года. Такой был ответ, без кодов, да, без хидеров, без ничего. Потом оно пошло дальше, в 1.0 добавили еще, кроме GET, это еще и POST и HEAD, еще добавили, да, сами хидеры, примитивный кэш, if modified sins, pragma, да, pragma потом задеприкейтили, как и там некоторые другие штуки, хост тогда не требовался и так далее, да, то есть, и даже был basic house, да, то есть без digest, но что-то было, да. 1.1, он к нам пришел вот под двухтысячные, да, там уже, опять-таки, еще накидали и кэша дополнительного, и VRI, да, то есть, когда браузер делает какое-то решение в зависимости от хидера, он это, VRI, этот хидер указывает. Реквесты по рейнджам, да, и мне вот первые 500 килобайт этого ресурса, да, допустим, для картинок, chunk encoding, да, чтобы сервер не просчитывал content length и делал flash early, flash often, да, что, в принципе, тоже считалось best practice, в принципе, до сих пор считается. Он имел content negotiation, допустим, я умею VP, да, но ты мне можешь отдать, в принципе, и JPEG, то есть, такое вот. Да, VP — это новый формат картинок, он имел options, да, но то, в принципе, слишком тесно. Теперь HTTP2 и его фичи, в принципе, он полностью обратно совместим с точки зрения, да, скажем так, хидеров и всего этого, да, то есть, все, что вы знали про HTTP 1.1, оно никуда не одевается, да. HTTP2, он всего лишь влияет на транспорт, да, то есть, как передаются запросы. Запросы. Браузерам было очень сложно оптимизировать что-либо, да, то есть, Chrome, еще, команда Chrome столкнулась это еще в 2007 году, то есть, технически, HTTP2, который вырос из спиди, это гугловская технология, да, но пусть это вас не отпугивает, да, с ним все хорошо, это уже стандарт, уже, в принципе, год как, да, он заимприменчен во всех, да, major браузерах. Что он умеет, да, то есть, зачем он нам нужен? Есть такое понятие, как critical path. Знаком кто-то? Critical path. Ага. Браузер должен скачать определенные ресурсы перед тем, как отобразить страничку, да, это, в принципе, CSS и шрифты, да, без этого он не рисует голый HTML, поэтому у нас нет flash of unstyled content, то есть, ему CSS необходим, поэтому сам браузер отправляет запросы на CSS-1, и пока он не придет, они не придут, он особо, да, больше ничего старается не скачивать. Это на очень примитивном уровне, но браузер делает очень много еврестики, основываясь на догадках. HTTP2 это как бы нивелирует, он позволяет использовать как бы сам протокол для того, чтобы это делать. То есть, HTTP2, он стримовый, у него стримы состоят из фреймов, да, то есть, как происходит, я стучусь как клиент на сервер, да, и шлю апдейт, да, если мне не приходит обратно HTTP2 стрим, да, то есть, не устанавливается самосоединение, то это HTTP1.1, и, в принципе, я как клиент могу с ним работать, да, то есть, первый запрос, он всегда будет HTTP1.1, кроме тех случаев, когда вскоре, когда много клиентов и серверов будут это все поддерживать, да, тут именно в серверах вопрос, будут определенные базы, что, мол, вот это вот хост, он умеет HTTP2, и сначала будет попытка соединиться к новой версии протокола, а потом фолдбек на старую, да, но сейчас наоборот, такой вот, он делает connection, да, там TLS Handshake и все вот это, и потом идет обмен именно фреймами, да, то есть мы работаем на одном TCP-сокете, и это очень круто. Помните штуку про первые 4 килобайта, да, такой себе cognition window? Слышал кто-то? Нет? Смотрите, там было такое, что раньше мы отправляем запрос на сервер, да, мы вот говорим, кто мы, да, сервер отправляет, что он от нас хочет, мы говорим, что мы вот, да, делаем еще один раунд 3-time, да, и после установки TLS, да, мы обмениваемся первоначальными данными, да, то есть сокет, он раскачивается, потому что, чтобы не получилось так, что сервер шлет слишком много всего, и где-то на middleware, да, где-то между нами и сервером буфер переполняется, и мы получаем потерю пакета, да. Чтобы такого не было, так называемый TCP slow start, да, мы медленно начинаем, но когда TCP сокет долго живет, он быстро резюмится и, в принципе, быстро работает, но начинает он медленно. Такие вот дела, и поэтому в первые 4 килобайта, если вы поместите ваш HTML и ваш CSS, то пользователь увидит его мгновенно, считай, да, то есть быстрее некуда. Потом congestion window, вот это вот, его пропатчили до 14 килобайт, да, поэтому мы стали видеть новые цифры, да, но суть как бы осталась та же. То есть не имейте много HTML, да, изначально старайтесь там по минимуму методегов всего такого, да. Опять-таки это не слишком реально звучит, а что если таки нужно индексироваться, что если нужна микродата, да, то есть congestion window тоже до бесконечности мы не можем поднимать, мы не можем менять протоколы, да, мы не можем менять алгоритмы, простите, алгоритмы, да, того, как он расширяется. Поэтому у нас было все не слишком быстро, и появился multiplexing в HTTP2. То есть раньше еще был такой кейс, что мы на одном сокете изначально может быть только HD на HTTP запрос. То есть мы послали запрос, и пока на него не придет ответа, да, мы не начинаем получать ответы на следующие. Теоретически были пайплайнинги, да, попытки это сделать, но реальные имплементации к этому не пришли, да, то есть это тоже нас замедляло. Так вот, еще у нас появился server push. Это такая технология, которая, в принципе, это frame, да, опять-таки HTTP2. стримы, фреймы. У нас на каждый ресурс стрим. Одновременно между клиентом и сервером могут быть много стримов. И мы можем там, допустим, послать хидер ресурса одного, потом мы можем послать, допустим, часть данных другого, можем поменять приоритет третьего и так далее. Да, это все будет идти вместе. И резонный вопрос, да, а что если пакет потеряется? Насколько это будет плохо? Но мы пришли к тому, что при тестировании, особенно в условиях слабого коннекта, как так у нас, скажем, на мобилке только одно TCP окно, да, и оно постоянно юзается, то мобильными сетями оно легче подхватывается и дольше живет, и меньше теряется пакет. Да, то есть на практике все оказалось очень круто. Еще у нас есть, да, go away, который позволяет прекратить данные по вот этому ресурсу или вообще по вот этому хосту, а не просто захлопнуть соединение, как пододели TCP. Что-то вроде, да. Эффективно. То есть были проблемы с веб-сокетом, то, что мы когда не по HTTP его делали, мы теряли постоянно пакеты, да. Здесь нужно все делать по HTTPS, да. То есть TLS обязателен для веб-сокетов, в принципе, и для этого, потому что между нами, да, и сервером очень много мидоварей, которые не умеют новые протоколы. Насколько это эффективно? Очень даже. Да, то есть мы не передаем лишние хидеры, да, мы передаем дату в binary. Мы можем говорить, что мы сначала хотим эту CSS, а потом мы хотим этот шрифт, и ничего больше. Мы можем скроллить сайт, да, и когда в браузер, в вьюпорт попадает картинка, мы можем повысить ей приоритет, а остальным понизить. Это делается как бы на уровне браузера, мы вообще ничего не делаем, да. То есть мы можем сервер пушнуть наш CSS, который нам нужен, да, для первого скрина, и не нужно будет никаких ампов, чтобы это сделать, да. То есть потрясающе. Вот этот вот как сервер пуш выглядит, да. То есть мы ответили на HTML, да, вот HTML. А также мы еще и пушнули, да, сам main.js. То есть мы не можем так взять и пушнуть на сервер, на клиент, да, рандомный JS какой-то, да. Он именно должен запросить, да, то есть он получил HTML, начал это запрашивать, и уже как бы видит, что у него это есть, да, уже такой стрим у него есть. Он может риджекнуть, да, то есть когда вы в роуминге, вы не хотите, чтобы сервер пытался, да, вам что-то пушнуть, да, да, вам именно важен трафик. Клиент может от этого отказаться. Почему нет, да. Видите, да, мы тут по TPS работаем. Итак, да, мы не спрайтим, у нас разные ресурсы. Почему? Потому что когда у вас огромное приложение, у вас бандл сколько, 3 мегабайта? 4, да, может, может и больше. Если вы деплоите по несколько раз в день, и пользователи постоянно перекачивают ваш бандл, да, не слишком круто. Посмотрите на большие сервисы, на очень большие, на Twitter, да, на Facebook, на Google, у них нет бандлов. То есть, на Twitter2, в принципе, у них большинство есть уже. Да. Нельзя, эта API не заэкспозена пока что, в JavaScript планируется, да, они это активно обсуждают, это очень бы хотелось через fetch или через request, да, но пока что только на уровне браузера. То есть, есть fetch, который экспортится в JS, а есть fetch API, который, да, на уровне спецификации. И HTML спецификация это умеет. Пока что, да. Ну, в принципе, нет. Разный, да. Но может быть один процесс, но то другое, да, то есть процесс на уровне браузера. Хороший вопрос, спасибо. Да, то есть вместо inline мы сервер пушим, вместо sharding у нас все еще один хост, да, и мы не конкатенируем. Как можно запилить HTTP2? Я вообще рекомендую всем вот пойти завтра на работу, да, и спросить у вашего девопса, CO или еще кого-то, да, мы можем это сделать или нет, или это такие большие затраты. Все ли наши CDN на HTTP2 или нет. То есть, как это можно делать? Можно, в принципе, сразу включить, да, можно некоторым пользователям, да, ну, rollout, в принципе, как мы и делаем с нашим кодом. А можно и, в принципе, если у вас очень много клиентов, которые это не поддерживают, можно это и, да, по реквесту отдавать, да, то есть вот этот чувак пришел, у него HTTP2 нет, ну, мы ему вот это вот сконкатенируем. То есть это должно решаться не на уровне кода, на уровне каких-то там шимов и так далее. Да, то есть нам тоже не очень в кайф. Да, то есть Speedy у нас был с 2007, он поддерживается в довольно старых браузерах, да, кроме Safari 8. Более того, HTTP2, он у нас, E11, Edge, и все это. Ну, тут не вообще оговорки, что, да, на Windows 10 и то, что оно только по TLS, и на Safari 8, и только на Капитане. Почему же TLS, да, опять-таки, между нами и между сервером очень много разных, разного железа, и многие из них не понимают, что происходит, что это вместо текста, да, пошло, пошло binary data, и они нас дропают. Поэтому нам нужен save tunnel между нами и между сервером, да, да, да. В принципе, Speedy от новой ничем, да, то есть особо. Внутри там были небольшие изменения. Google начали как свой проект, но никто не хотел, чтобы это была Google технология, поэтому решили это вот, да, в слэш 2 и оформить. Такое вот. Да, нам нужен tunnel между нами и сервером. TLS, он немедленный отнюдь, да, то есть HP2, он требует самый, самую новую его версию, да, ну, почти, поэтому там с этим проблем не будет. Еще парочку таких, да, советов по касательной перформансе лоудинга. Кто-нибудь еще про above the fold CSS, да, вот это вот тот critical CSS, да, который нам нужен и который мы инлайним, да. Теперь мы можем этого не делать всякими штуками вроде load CSS, которые требуют JavaScript, чтобы загрузить стол щиты. Да? Странно, не кажется? Мы можем линк помещать в байде. Недавно пришел pull request в living standard, да, вот VG. И пришли патчи в Chrome уже сейчас в Canary, которые позволяют, да, что когда Chrome видит линк, да, то он все ресурсы до него, да, то есть все дом-ноды, он их может отрендерить. Да, то есть такой вот. То есть посмотрите на сайт Archibald, его блог, да, он делал ресурс на эту тему, да, то есть такой вот прогрессив CSS. Если мы разбандлим CSS, мы, да, на очень небольшие куски, то мы в условиях HP2 можем очень быстро отдать страницу. И у нас не будет зависеть, да, верстка одного оба блока от другого, и мы сможем их, в принципе, мгновенно отображать. Да, то есть ренды не спасет то, что у нас сервер-сайт рендеринг, да, потому что нам все нужен CSS. Если вы забандлили все в один файл вместе с Bootstrap, со всем остальным, это медленно, да. Так что линк, он просто он блокает контент, который над ним в HTML. Да, с JavaScriptом, то есть вы меня... Да. В хроме это только за имплемент или в основных браузерах так давно было. Да. Линк в баде они все принимали, но сейчас это по спеке. А раньше, когда они его принимали, они не блокировали рендеринг. Да. Да-да-да, можно. В старом хроме он, да, дождется, пока все линки загрузятся, что ли это. Да. Итак, 300 скриптов не нужно. Что можно посоветовать? Да, не слишком мне нравится, но можно заизвать AMD, да, вместе с Jetty. Или с любым другим сервером, который умеет такую штуку. Он смотрит, сколько, что запросили этот URL, и потом запросили вот эти вот скрипты. Да. И он на основе евристики через некоторое количество запросов прогревается и может сразу же пушить автоматически. Да, то есть мы не пытаемся написать много скриптов. Да, мы просто запрашиваем что-то, а уже сервер должен знать, что мы на клиенте будем запрашивать. Сервер должен знать, что мы вот построили такой вот dependency graph, да, и что мы потом запросим все вот эти модули, должен это пушить. Он должен это менеджить. А в будущем, да, у нас будут, да. Еще можно Command-JS делать, да. Я предлагаю делать его, допустим, без перепроцессинга. Это довольно просто. Все, что нам нужно, это вот document current script. Это IP, которая позволяет узнать URL текущего скрипта. Да. И она шимается очень просто. Да, мы смотрим на загрузку всех скриптов, те, которые были загружены, мы их добавляем в какой-то, в какой-то хэш. Да, заметьте здесь true, потому что, да, нам нужен именно capturing. Да, потом делаем neural stack, и там ищем. Можете это, в принципе, именно в GitHub посмотреть. Я, когда первый раз это начал ресурчить, увидел, что нету никакого шима на это. Да, то есть current script не работал для деферов и для синков, что, в принципе, от него толку ноль. Да, поэтому можно просто брать и писать Command-JS в браузере, и делать require, и все такое, без проблем. Да, и он будет... Да. Только нам-то придется написать немножко скриптов, да. Но еще есть ECMO-скрипт 6 модули. Как вы думаете, когда будет спецификация для модул-loader? Есть идеи? Два месяца назад. Да. То есть, DeNicola отправил в LivingStandard свои наработки по script-type модул, приняли PowerRequest, да, примерно в 20-х числах января, и это уже браузеры начинают имплементить. Так это выглядит, да, то есть мы в script-type модул пишем импорт, экспорт и все такое. Они по дефолту deferred, да, имеют такую же семантику, как deferred. Это вызвало немножко обсуждений, да, что как у нас в контенте должно enforce так, как оно загружается и все такое. Как ей пока есть ограничения, оно не добавляет точка JS, мы должны это сами писать. Да, в ноде, как бы мы, да, по понятным причинам можно этого не делать. Он принимает только вот абсолютные от оригина, да, и вот релятивные, ну и абсолютные от других оригинах, да, то есть он запоминает модули, несколько раз их не грузит, всегда с корсом, все такое. Как думаете, какая будет первая имплементация? 9 месяцев назад. В Shelly JSC, JavaScript Core, это движок, который работает внутри Safari. Зачем это им было нужно? У них, да, так они залили же JXA, это JavaScript for Automation вместо Apple Script, да, то есть они от этого бенефитят. Такой вот. Можно ли это использовать сегодня? А вот пока нет. Можно, конечно, шимы написать, потому что в Script Type Module у нас контент не будет выполняться, да, то есть тот JSC, он не будет раноться. Поэтому сегодня нет. Да, можно написать на это шим, конечно, но через несколько месяцев это уже заимплементит. Да, то есть у нас Evergreen browsers, как только у них появится, появится, как бы, можно будет юзать. Мы уже, как бы, прошли эру поддержки Internet Explorer. Поэтому. Такой вот. Не конкатинируйте. И теперь QI-сессия, наверное. Да. Еще. Привет. Привет. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Можешь ли ты сказать, что есть достоверные данные, померенные о том, что HTTP 2 действительно убыстряет текущие сайты? Потому что у меня есть достоверные данные о том, что Speedy этого ни разу не сделал. Ну, смотри. Если получается, что на каких-то тестах у вас Speedy медленнее, чем HTTP 1.1, то у вас очень плохая имплементация Speedy. Почему? Потому что используется... Nginx. У вас новый Nginx? В смысле, я, во-первых, давно не у нас, но данные о том, что Speedy ни в одной конфигурации, ни в одном составлении веб-сервера, имплементации Speedy для этого веб-сервера и клиента ни разу не показал сколько-нибудь значительный прирост. А ресурсы разбандлили, а спрайты разобрали? Слушай, я этого лично руками не делал. Есть специальная команда чуваков, которые это делали, и теток, и они очень крутые, и я их мнению доверяю. Но конкретного исследования о том, что Speedy ускоряет какие-то сайты, я не видел ни разу. И мне интересно, что с имплементацией HTTP 2. Ну, в принципе, с ней то же самое. Понимаешь, заимплементить Speedy, вот то, что я рассказал, стримы, фреймы, это несложно. Сложно сделать приоритизацию в браузерах и на сервере. Возможно, тогда браузеры были не готовы. То есть вся фишка здесь в приоритизации запросов. Кроме того, что мы сжимаем хидеры, то, что мы реюзаем 1 TCP, то, что мы не разгоняем обратно сокет, то, что мы не занимаемся конженшен виндом и так далее. То есть вся фишка именно в приоритизации. Касательно достоверных исследований, Google это юзает. Посмотрите. Это слабый показатель. Да, 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 есть такое. Но англеры, допустим, особо не юзают, поэтому первое. Так же, как вам показатель? Такое. Смотрите, Twitter переехал туда уже, для своих API-сервисов, даже не для браузера. Вот когда вам нужен HTTP 2? Когда у вас какой-то большой бандл? Или когда у вас веб-проект, когда у вас сколько-то запросов нет? Вам нужен HTTP 2, когда вы используете HTTP 1. Всем нужен HTTP 2. Правда? Нет смысла сидеть на старом протоколе без очень хороших бизнес-причин, что нам нужно энное количество денег, чтобы проапгрейдить наши сервера. Касательно статистики, ну, у Twitter, да, там было порядка 20% того, что у них загружается станичка быстрее. Это про HTTP 2, если вы говорите? Это HTTP 2. Но HTTP 2, спиди, разницы нет. Сейчас он просто более мачур, и браузеры его лучше поддерживают. Такое вот. Окей, ладно. Если маленький второй вопрос про разбандливание CSS. Собаку очень много раз на этом ели и делали всякие извращенные штуки в духе разделить, еще когда CSSO и пост-CSS этого не умел, в духе разделить CSS на формообразующий и цветообразующий. Ну, типа, формообразующий мы загружаем сверху, соответственно, каркас страницы рисуется после этого хорошо, дальше мы включаем цвет. Ну, типа, чтобы ничего не прыгало. Ну, как бы, отвратительно. Результат ужасный. А что... А вы инлайнили? В те времена, наверное... Нет, инлайнить бесполезно, потому что, ну, то есть часть инлайнили, часть кэшировали, в зависимости от размера самого, самих стилей, не имеет, не имеет, на самом деле, значения, я к тому, что разбандливание, как таковое, не имеет особого смысла. Ну, то есть имеет смысл, когда у тебя есть фейсбуковая страничка главная, ты вот там все ресурсы загрузил одним файлом, а страницу настроек сделал отдельным, это понятно. Но зачем разбандливать на несколько CSS файлов внутри одного документа, я пока не очень понимаю. Ну, как мы же по компонентам верстаем, почему нам не сервить CSS по компонентам? А почему тогда могло быть медленно? Да, браузеры не умели именно так работать, потому что никто не разбандливал CSS. Сейчас, когда вот Archibald написал про эту статью, когда в Chrome это зафиксили, я рекомендую попробовать еще раз. Особенно вот отдельно цветообразующие, отдельно формообразующие, это тоже тоже вариант. Браузеры тогда не умели не блокироваться, то есть они ждали всех линков. Если бы это грузили через load CSS, то возможно было бы лучше гораздо. Вы увидели эффект. А так, я так понял, не увидели. Нет, увидели, извини, увидели эффект, но он просто плохой. У тебя вначале загрузилось все черненькое, а потом все покрасилось. Это просто с точки зрения пользовательского ощущения отвратительно. Не в смысле того, что это прирост не дает. Прирост, конечно, есть, это математически очевидно. Ну вот, значит, цвета не отделяйте. Очевидно. Да что разбандливать? Что разбандливать? По компонентам, да, то есть тут у вас экшен, а тут под ней линк. Да, давай. Так же быстро. Есть, есть пару кейсов, когда нет, то есть когда у вас в одном бандле, мы можем больше реюзать компрессион, да, а так мы в компрессию чуть потеряем. Мы не сможем сделать roll-up, да, но я видел пару статей, когда в компрессион они теряли примерно, скачивали, пользовали больше на 3, 4, 5 процентов. Ну, то, по-моему, то ок. Если у тебя какая-нибудь информация о том, какие компании уже сейчас, я имею в виду компании типа Cloudflare, Amazon и так далее, которые уже сейчас повключали Cloudflare. Cloudflare умеет, да, они, у них был Speed еще довольно давно, да, и на Ht2 они перешли примерно зимой, да, то есть такой вот. Кто из компаний, браузерные вендоры, все его активно тестят на своих, да, на своих страничках, на своих сервисах, да, и в принципе я слышал только положительный фидбэк, да, и я много ресерчил, да, если вы хотите тоже поресерчить, посмотрите доклады Ильи Григорика, он про это тоже активно рассказывает про эту тему, да. Мы условились не бандлить, а насколько имеет смысл углификация на данный момент, JavaScript, динскриптация, имеет смысл, в принципе, главное джейзипать, да, но опять-таки это без нас делается, если вы обнаружили такое, что без углификации после джейзипа у вас меньше размера, да, то не надо, но я бы из-за, я бы рекомендовал такие углифать, да, просто. Да, но опять-таки зависит от кода. Если у вас копипейст-дрибин-девелопер, я уверен, что нет, но если вдруг, да, то наоборот, после углифая, ну, то есть, зависит от кейса. Зачастую на реальном коде лучше углифаять. Здравствуйте, а как насчет кеширования, потому что если у нас второй запрос, все-таки даже 300 ресурсов может загрузиться за счет кеша мгновенно, а если будет серверный пуш, то не дает же это какой-то прирост? смотрите, серверный пуш, там ничего особо такого нет, браузер видит, что нужно скачать что-то, да, и сервера ему приходит пуш-ноутис, да, пуш-фрейм, да, он может его либо зареджектить, либо начать как бы его юзать, то есть клиент он может отказаться, но в чем фишка, если на клиенте много кеша и вы начнете пушить с бесконечной силой, пока ему придет хтмлей и он поймет, что чувак между цсс, вы уже 50 кг цсс ему загрузили, поэтому можно отконфигурировать сервер, чтобы он не пушил да, с определенной, да, то есть затротлить ему скорость пуша, то есть это отлично конфигурируется, да, да. Насчет кеша, сервайс воркеры это все словят? Да, вполне, скоро будет опишки, которые экспозят и http кэш, сервис воркеры, по крайней мере, да, жги. Такой кейс, часто банлил для того, чтобы клиенты слабым интернетом, они надежно получали один этот файл быстрым запросом, и у них какая проблема, например, много файлов мелких, если интернет слабый, там, часто обрывается, то загрузка может начаться, а потом что-то оборваться, там, на одном файле, и если мы сейчас в HTTP2 будем бить на много мелких файлов, не появилось ли, не знаю, какого-то там лод фейл на скрипте? Хороший вопрос, проблема, почему дропалась соединение, не потому что много файлов, потому что много TCP connection, а так у нас будет одно TCP connection, да, то есть считайте, в принципе, то же самое, только мы сохраняем наш кэш, все же не появилось никакого там лод фейл error на скрипте? На скрипте, то есть на уровне протокола, чтобы были обработаны разные ошибки, банально, у Tegascript event он failed? Нет, 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 я гарантирую, нет, есть он лод, да, как мы смотрели, есть before script execute, after script execute, но они на Firefox'ах только, их никто не знамепелеметил, поэтому, да, пока такого нет, к сожалению, так что нужно там больше, там, с graceful degradation. Спасибо!